Люба 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 Любу Люба Люба Продолжение следует... Продолжение следует... В краевой центр города Ставрополь на Комсомольскую горку собрался Ставропольский казачий круг, чтобы отметить 15-летие казачьих войск, возрождение казачества России. Сейчас на этой площади состоится награждение лучших казаков Ставропольского края, принятие присяги казаками и начинается это все с торжественного построения. Продолжение следует... 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 Братья-казаки, смирно! Мы, ставропольцы, всегда хлеб-соль нашему батьке, верховному атаману, который приехал поздравить нас, ставропольчан, с этим великим праздником. Прошу! Хлеб-соль! Субтитры сделал DimaTorzok Братья-казаки, а сейчас командую вольно разойтись и делаем круг после сцены, где будет проходить наше основное мероприятие. Разойтись! Привер! Равнение на знамя! Знамя внести! Знамя внести! Знамя внести! ПЕСНЯ Братья казаки, казачки, присутствующие, сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отметить 15-летие возрождения казачества Ставрополья. Сегодня на наш торжественный круг прибыло 317 делегатов. Кроме того, на круге присутствуют делегации Кубанского казачьего войска, Казачьего войска Калмыкии, Донского казачьего войска и Астраханского. Все они принимают участие в работе нашего круга и дерзкого казачьего войска во главе с Атаманом Инковцовым. В наш адрес поступили телеграммы от Атаманов и Советов Стариков Оренбургского, Черноморского, Енисейского, Забайкальского, Уссурийского, Северодонского союза казаков и Балтийского. Контекстом одно. Россия должна быть единой неделимой. Казачеству России аналогично. Один традиционный наш казачий обычай. В городе Санкт-Петербурге создан курортный отдел в количестве 600 человек. Избран Атаман. Так вот мы бы хотели, чтобы здесь перед вами был проведен ритуал освящения в Атаманы Каневиченко Игоря Леонидовича. Но перед тем, как привести к Крисяе, я думаю, нам небезразлично услышать его слово. Игорь Леонидович, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас. Добрый день, дорогие и уважаемые досточтимые отцы, братья-атаманы, уважаемые казаки и казачки, дорогие жители города Ставрополя. Поздравляю всех вас с 15-летием, с юбилеем, с возрождением нашего славного Ставропольского казачьего войска. Кратко о себе. В Ставропольском казачьем войске состою с 98-го года. Сам я потомственный казак, так как предки мои запорожцы как раз из тех, с кого Риппин писал свою картину. Дед мой Ефим Козьмич родился в 1872 году. И его братья Павел, Федосей и Иаков служили в Первую мировую войну и имели награды от императора. Род мой пережил тяжелое время революции, гражданской войны, коллективизации, партизанского антифашистского движения. Сам я родился в православной семье в 1966 году, в День космонавтики. Родители мои строго чтили нормы православной морали. Были прихожанами храма Рождества Пресвятой Богородицы в нашей сельской церкви. Часто меня брали на богослужение. Отец Иоанн, настоятель храма, привил мне любовь к духовной литературе. Движимый чувством сострадания к страждущим, после окончания с отличием восьми классов средней школы, я поступил в медицинское училище. Получил специальность фельдшера-анестезиста. И до призыва в ряды вооруженных сил работал по специальности. Службу проходил на Черноморском флоте в городе Герои Севастополя. В 92-м году закончил военно-медицинскую ордена Ленина Краснознаменную Академию имени Кирова. И получил специальность врача. Но тяжелое время перестройки. Я решил создать свой экономический фундамент и закончил заочно Государственную лесотехническую академию экономический факультет по специальности экономист-бухгалтер анализа хозяйственной деятельности. В этом году закончил Академию государственного и муниципального управления. Для повышения и укрепления своего духовного уровня с благословления митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского сейчас прохожу обучение в Киевской духовной семинарии. Что касается работы курортного отдела, она ведется в нескольких направлениях. В первую очередь это тесное взаимодействие с Санкт-Петербургской епархией и с благочинием курортного района. По благословлению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского и по благословлению благочинного курортного района отца Сергия создан духовный центр нашим курортным отделом. Что собой представляет духовный центр? Это прежде всего библиотека духовной литературы, которая насчитывает 5000 томов. 50% фонда это православная литература, остальные 50% это классическая литература, православные писатели, военно-историческая литература, литература об истории казачества. При духовном центре работает православная лавка. Мы с батюшкой, отцом Сергием организовали воскресную школу, которую ведут профессора нашей Санкт-Петербургской семинарии и академии. При духовном центре работает паломнический центр. И казаки курортного отдела, и жители города могут посетить святыни нашей Руси и зарубежья. При духовном центре работает межрегиональное христианское экологическое движение, председателем которого я и являюсь. И в этом году были проведены дноуглубительные очистительные работы по созданию зоны экологического благополучия на озере Разлив. Основные задачи христианского движения – это экология души и территории. При духовном центре работает наш продюсерский центр, который популяризирует историю казачества, работает казаческий хор, а также мы занимаемся проведением городских массовых мероприятий и церковных праздников. Наверное, все видели праздник Крещения Господня, который два года подряд проводит батюшка Сергий. Ну а мы, конечно же, помогаем, обеспечиваем концертную программу и благотворительную трапезу. При духовном центре организована нами иконописная мастерская и возглавляет ее наш казак Илья Пивник. Мы смогли организовать школу единоборств, борьбы, дзюдо, бокса при тесном взаимодействии с федерациями по этим видам спорта. Заложили храм в прошлом году, когда вернулась в Россию святыня Тихвинская икона Божьей Матери. Это было 9 июля в прошлом году. А в этом году Господь сподобил, и в этом небольшом храме Тихвинской иконы Божьей Матери был первый престольный праздник. Стройка продолжается, но храм в том состоянии, что богослужения уже идут. Это та небольшая часть работы, которую сейчас в двух словах я могу сказать по работе нашего курортного отдела. В ближайшее время мы предполагаем создание музея истории казачества. Еще ведется тесная работа нашего курортного отдела с общественными организациями. А теперь попрошу привести атамана курортного отдела Ставропольского казачьего войска города Санкт-Петербурга Каневиченко Игоря Леонидовича. Прошу. Папа! Папа, мы пошли домой! Папа, мы приехали! Папа, мы приехали! Хрещеный православный! Хрещеный православный! Нап약 course! Спираемся! Спирес, спирес! Не зови, успех! Игорь Леонидовича, Прийдет Qué savez, 수ирование, С حر GOde Итак, братья-казаки, сейчас нам, сейчас, в законном доме, это самое слово имеет атаман курортного отдела города Санкт-Петербурга, Каневиченко. Господа старики, братья-атаманы, уважаемые казаки и казачки, во время работы над музыкальным фестивалем «Берега» вновь была учреждена награда общественного признания «Золотой дирижер». Эта награда присваивается за возрождение духовных, культурных и творческих традиций и за возрождение казачества и воинской православной традиции. Сегодня мы награждаем нашего Батья-Верховного Атамана Союза Заков России, Александра Гавриловича Мартынова, наградой общественного признания «Золотой дирижер». Любовь нашему Батью аплодисменты лауреату «Золотой дирижер». За подвижничество на попроще возрождение казачества. А также ценный подарок нашему Батью Верховному «Золотые часы». Также наградой общественного признания «Золотой дирижер» мы отмечаем нашего Батью Атамана Ставропольского казачьего войска за возрождение казачества, за подвижничество на этом поприще в Ставропольском крае лауреату премии «Золотой дирижер», Батью Атаману Ставропольского казачьего войска Любовь аплодисменты! Любовь! Любовь! А также ценный подарок «Золотые часы» нашему Батью Атаману. Любовь! 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 Слово предоставляется одесскому священнику благосинному отцу Сергию. Дорогие старейшины, уважаемые атаманы, уважаемое казачество, здесь было сказано очень много глубоких мыслей, и поэтому мне трудно что-то добавить, потому что все, что было сказано, я со всем этим согласен. И как духовный пасты, окормляющий свою пасту, я хочу пожелать вам помощи Божией во всех ваших добрых делах. Я призываю Господа, чтобы Он укрепил вас на том пути, по которому вы идете. Я верю в то, что та дорога, которую вы избрали, она правильная, но она в то же время еще тернистая, и потому по этой дороге идти непросто. Пусть Господь вас укрепит на этом пути, пусть даст вам те силы, чтобы вы с этого пути не сошлись. И самое главное, чтобы мы с вами воспитывали наше подрастающее поколение, чтобы они не забыли те наказы стариков, те боевые сражения, где наш народ оставил своих и отцов, матерей, дедов, чтобы история и казачества, и нашего многострадального отечества не было забыто. Помощь вам, Божией, верьте, что ваше дело правое, и с нами Господь. И пошли. Отцовер, вперед! Реунин Зая, сцовер, вылезти! Война! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Семкин Корректор А.Егорова Мы, казаки, вступаем. Предыскому польскому казачьему войску принялся служить отечеству казачеству, вере православным, не щади живота своего во благо той цели, на стезю которой мы вступили. Принялся. 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 Поздравляю. Принялся. 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 Песня. 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 Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, услышанный Боже, Спасителю нашего мания, всех от всех земли, и сущих в море долечия, и милостью, милостью пути владыка, о грязях наших и помилуй ты. Милостью Боже человека любит Бог, если тебе слава оставим от всего и цены, и Святому Духу, да не предстоивай и веком. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими усердное моление наше и благослови благое намерение и дело руков твоих, принявших ныне крестянку казаческую. Служите Родине, Твоей России православной, ежеблагополучно отчати и без всякого препятствия во славе Твоей совершите. Делателям, благопоспеши, и в совершенную силу Пресвятаго Твоего Духа спешно произвести сотвори. Бои, Бои, Иисусе Христе, Боже нашу небеску ауа Салай, с обезначально Твоем Центце, Пресвятым, благих животворящих Твоим Духом, линии пристая во веки веков. Аминь. И мудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас, благославность и главных апостолов, Святагослава апостола Андрея Первославного, Добропобедных мощных святых правит и правительства Акима и Анны. И все святые их повинут и спаси нас, дека благо человека любит. Аминь. Пожалуйста. Вспомним. Праздник вам, дорогие. Давайте подождем. И помните, что если бы наше тело было неплохое, не было бы нам сопротивления. Как Господь сказал, если бы вы были от мира сего, мир бы свое любил бы. А наши души не от мира сего, а от Бога там за них. А значит, и мир нас не хочет принимать. Не хотят нас принимать власти, не хотят нас принимать те, которые хотят гибели русского духа. Да не будет никогда так. Не погибнет Русь. Господь спасет ее. И вы опором помощи и слава России. Помоги вам Господь. Спасибо. 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 Добро пожаловать в Казахстан! Поехали! Добро пожаловать в Казахстан! Поехали! Добро пожаловать в Казахстан!